Вот сейчас вот она вошла в эту трубу. Сейчас она вот работает. Опять же, человек приехал, вы ее дернул, а она не работает. Надо будет вставлять вот куда-то там. Эта горе-колонка на улице авиации не работала несколько месяцев. Люди рассказывают, что изначально им отказывали в починке из-за того, что не у всех были составлены договоры. Но тут возникает вопрос, кто обязан платить за воду, если на одну колонку могут съезжаться десятки людей с разных улиц. Жители договоры все же подписали, но ремонта так и не дождались. Вода здесь закончилась еще летом, а суммы в квитанциях остались. 50 рублей с человека. И это в любом случае? То есть если не было воды, вы все равно... На квитанции приходили. Куда обращались? Что вам там говорили? Ну нет, мы выездили на водоканал, написали заявление, что у нас сломана колонка. Ну, никаких действий от них не было. И лишь вчера поздно вечером колонку починили, рассказывают жители. Но надолго ли? Такую конструкцию быстро сломают, уверены они. А другой ближайший источник воды находится через два квартала. Добраться туда не просто и зимой, и летом. Ведь дороги разбиты еще после того, как соседи прокладывали трубы в дома. Провести воду в помещение предлагают и остальным. Но для многих это слишком дорогое удовольствие. Что в колонку не делать, заводите дом в воду. У нас не было проблем. А в дом воду завести, вы извините, это сейчас больше 100 тысяч стоит. Ну, колонка в любом случае нужна. Вот там вот бабушка живет, она инвалид первой группы. Представляете, приезжает соцработник. И это ее обязанность. Она где-то ездит по этому аулу, по всему и ищет эту воду. Нам удалось связаться с директором водоканала по телефону. Он пояснил, что в ситуации еще нужно разобраться. И посоветовал людям вновь обратиться в компанию по номеру, который вы видите на экране. Если там жалобы на какой-то консор, что колонки, пусть обратятся. Если для них это неудобно, то беспорядок, конечно. А то, что три месяца не было воды, не подскажете из-за какой причины? Не знаю, там было три месяца, не было три месяца. Все заявки отрабатываются. Если человек наш абонент, тот же сразу. А вот на улице Гидролизной людей больше волнует дорожное полотно, которое было нарушено при работе водоканала еще в начале мая. Проблемный участок жители укрыли старым шифером. Соседи уверены, что в данном случае цена вопроса – одна машина гравия. Но даже ее не добиться они могут. В водоканале они приезжали, посмотрели. Потом с ПТО были, посмотрели. И на этом все закончилось. Сказали, у них там все хорошо. После ремонтных работ сотрудники водоканала обязаны восстановить нарушенное благоустройство. Но на это может уйти больше полугода. Важно, чтобы грунт прошел усадку. Если вы считаете, что этого недостаточно, нужно обратиться в службу заказчика администрации города, чтобы включить дорогу в список для грейдирования.